МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позлюбленные Господи Учителя! Благодарю Вас за участие в конкурсе «Зерно истины» и стремлении к изучению православной культуры. Желаю Вам терпения и мудрости в Вашем нелегком, но очень необходимом и богоугодном призвании. Божие благословение да пребудет с Вами! Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы познакомимся с командой Ларисы Владимировны Воржевой, в Бахчисарайский район. Встречаем! Галина Николаевна Казак. Валентина Николаевна Клочко. Михаил Александрович Шартов. Валентина Федоровна Кондрашова. Светлана Александровна Хальман. Валентина Федоровна Скворцова. А сейчас я с большой радостью хочу познакомить всех вас с капитаном команды. Это Лариса Владимировна Воржева. Как всегда, нашим знатокам предстоит ответить на 7 вопросов, которые вы, уважаемые телезрители, прислали к нам. Счет 0-0 и первый вопрос для своей команды выбирает Галина Николаевна Казак. Галина Николаевна учитель русского языка и литературы. Она неоднократный участник и победитель районного республиканского этапов конкурса «Урок нравственности», а также конкурса «За нравственный подвиг учителя». Любит делать музыкальные подарки близким друзьям, мечтает совершить паломническую поездку по Золотому кольцу России. Вопрос номер 3. Уважаемая команда, какие притчи Господни вам известны? Можете отвечать все вместе, перебивая друг друга не так, как в школе. О сеятелях, о добром сценарии, о виноградарях, о блудном сцене. Замечательно! А теперь внимание! От имени какого евангельского персонажа, упомянутого в одной из притч, произошло слово, обозначающее, внимание, учреждение для особого социально-бедного слоя населения. Время! О, слава Богу! Так, давайте, социально-бедный персонаж, какой евангельский персонаж? Именно евангельский персонаж. Слово, учреждение для особого социально-бедного слоя населения. Это слово «приют» для саморедния. Что это? Саморедния там же, да? А, нет, евангельская притча. Имя, имя. Имя человека, от которого пошло это слово. Да, да, да. Какого персонажа евангельского притча? Притча. Саморедния, не так еще что. Имя евангелийского персонажа, персонал евангельского лука, кто там у нас еще. Правильно, беда, к сожалению. Ну, приюты, приюты для бедных, да. Хостел, хостел, хостел. А, ну это все иноязычное слово. Нет, все-таки приют. Приют это из какой притчи? Кто-то врачевал там? Последний. Я членов человек. Евгений, евангельский персонаж. Евгений, евангельский персонаж. Имя евангельского персонажа. От его имени произошло название. От имени. Скажите, как имя имени. Как быстро течет время. Оно пролетает неимоверно быстро. Уважаемый капитан команды, Бориса Владимировна. На этот вопрос будет отвечать Валентина Федоровна Кондрашова. Валентина Федоровна, можно я вам сделаю небольшую подсказку? Можно. С удовольствием. Я отмечу, что это единственный персонаж евангельской притчи, названный в Евангелии по своему имени. По своему имени. А теперь, внимание, я прошу не обсуждать. Уже определён отвечающий. И поэтому мы внимательно вместе с телезрителями слушаем ваш ответ. Ну, в том случае, конечно, если он будет. По помощи. По помощи клуба. Да. Можно мы обратимся к клубу за помощью? Пожалуйста. Если такая будет помощь оказана. А притчи о богаче и лазаре от имени лазаря? Лазарь. Лазарь. Пожалуйста. Спасибо большое. Мы встречаем. Отвечаем. Отвечаем. Мы благодарны очень помощи клуба знатоков. Потому что имя, они нам подсказали, что имя этого человека лазарь. И от его имени произошло? Появились лазареты. Лазарет. Больница для бедных. 1-0 вашу пользу. При помощи, бескорыстной помощи клуба знатоков. Спасибо им. Второй вопрос для своей команды выберет Валентина Николаевна Клочко. Вопрос номер 11. Итак, 11 вопрос от Натальи Сергеевны Кириленко из города Ялты. Валентина Николаевна. Да. Вы учитель начальных классов? Да. А что у вас было с математикой в школе, если не секрет? 5. Замечательно. Тогда вся команда во главе вместе с вами. Вы сейчас выбирали этот вопрос. Записываем следующие цифры. Готовы? Да. 12. Запятая. 12. Запятая. 13 умножить на 3. Запятая. 1. 1. Точка. Что это такое? Время 1 минута. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 получается. Если 12, 12, 13, 13, 13, 13, 11. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5. Что это может быть? Это название букв, наверное. Может быть, это название букв старославянских? Только какие из них? А, 13 на 3. 13 на 3. Что это такое? Это вопросик. 12 на 3. 13 на 3. Количество апостолов месяца. 12 на 3 почему? Иуда появился еще. Один добавился. Они утроятся. Нет? Нет, у нас уже 12. Нет, у нас уже 12. 12, 12. Почему два раза 12? Да. И что, у нас нет ответа? 65, это что? Да нет, нет. Нет, нет, да? Что нет? Это разные периоды времени, просто они что-то символизируют. Вы думаете? Почему? Прозвучал гонка, это означает, что нужно остановить любое обсуждение. И капитан команды Лариса Владимировна Воржева скажет, кто же ответит на этот вопрос. На этот вопрос ответит Шартов Михаил Александрович. Вы знаете, наша команда посовещалась, и нам ничего больше не приходит, как сказать, что возможно, это были ученики Христа. Утроились. А почему 1-1? Вот именно, а почему 1-1? И откуда-то они утроились. Ну, ваша версия истна. По крайней мере, вы не сдались. Да. Нет. Но я чувствую, что давненько вы в руках держали Акафист. Вначале читается 12 кондаков и 12 икосов. Потом трижды произносится 13-й икос. Затем повторяется первый икос и первый кондак. Речь идет о чтении Акафиста. Счет становится 1-1 ничьян. Я объявляю музыкальную перемену. Для вас споет ансамбль «Петропавловская песня» ветеранам минувшей войны. «Петропавловская песня» ветеранам минувшей войны. «Петропавловская песня» ветеранам минувшей войны. Неоднажды рискую я совою, Сколько мужества сил было вас. Два словечка простых я прикрою, Вы в бою повторяли не раз. Сколько павших в боях за отчизну Не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось в склон с лагерей. От войны проплывет при ночами И слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят. Тихо вышел в отбор на минутку, И страдая от моющих ран, Закурил, как войну, самокрутку. На крылечке седой ветеран, На земле полоска тумана, Расцветает салют в далеке. А у старенького ветерана Покатилась слеза по щеке. Сколько павших в боях за отчизну Не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось из склон с лагерей. От войны проплывет при ночами И слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят. Сколько павших в боях за отчизну Не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось из склон с лагерей. От войны проплывет при ночами И слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят. Сколько павших в боях за отчизну Не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось из склон с лагерей. От войны проплывет при ночами И слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят. До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны. Моя весна, счастливые лица, День победы и нет ей цены. Низко-низко хочу поклониться Ветеранам минувшей войны. Напоминаю, ничья 1-1. И третье задание выберет сейчас для своей команды Михаил Александрович Шартов. Вопрос номер 10. Автор этого вопроса Дмитрий Жарков Из города Новосибирск. Псалом 21 начинается так. Боже мой, боже мой, Для чего ты оставил меня? Это в переводе на русский язык. Эта фраза встречается в Священном Писании еще в одном месте. Только слова «оставил» и «меня» в ней переставлены. И есть еще три неуловимых на слух замены. Но если читать, то эта замена видна. Какие это три замены? Время, минута. Если это Давид, царь Давид, да, составлял эти псалмы, то еще Господь, когда в Гефсиманском саду он был, он же тоже обращался к Богу и говорил, «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Но если нужно мне испить эту чашу до дна, да, то он говорил, то я готов испить. Вот такие какие-то слова были. Господи, прости, если я неправильно говорю. Ну так? Да. Да. Ну вот, совершенно верно. Так, а для чего ты... Нет, для чего ты оставил. Господь, что на кресте говорит? А это фраза говорит, что на кресте говорит. Это сейчас идет. Это мы взяли. Мы взяли, что Господь говорил на кресте, когда был последнего слова. Сейчас. Ну он говорил, обращаясь к людям, говорил, что, Господи, прости их, они не знают, что они творят. Нет, нет. Нет, нет. Нет, да? Вот это в Гефсиманском саду. Гефсиманский сад, да. Еще где-то неуловимый нас слух. Неуловимый нас слух. Это тоже. Может быть, на распятии, как говорится. На этот вопрос отвечает Светлана Александровна Халиман. Ну вот мы вспомнили последние дни страданий Господа, вот когда в пятницу, когда его арестовывали. И Господь в Гефсиманском саду обращался к отцу своему Господу и говорил, Боже мой, для чего? Боже мой, не оставь меня, но если суждено мне испить эту чашу до дна, я готов ее выпить. Ну вот такие были слова, насколько мы помним. Слова-то понятные. Вы сейчас ответили на 50% вопроса. Я более того даже вам подскажу. Там сказано так, Боже мой, Боже мой, то есть второй раз, для чего ты оставил меня? У вас был вопрос. Какие три неуловимых на слух замены? То есть если мы будем читать этот текст, мы эту замену увидим, потому что в Псалтыре это написано так, а в Евангелии это написано по-другому. Вы правильно указали второй источник, а вот как по-другому было это все записано в Евангелии? Некоторые слова, ну конкретно три. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Только отвечающий сейчас спрошу. Мы думаем, что может быть не оставь меня. Ваша версия ясна. Вы были почти близки к целям. Так. Но вы чуть-чуть забыли правописание. Иисус действительно произносит эти слова на кресте. Поскольку меня относится к Нему, то в соответствии с каноном эти слова должны писаться за главные буквы. Слова мой, повторяющиеся два раза, и меня написаны в Евангелии за главные буквы. На слух это услышать невозможно. Но вот когда мы читаем, мы видим совершенно уже другой контекст. К сожалению, ответ был дан неправильно, и счет становится 2-1 в пользу телезрителей. Четвертое задание для своей команды выберет Валентина Федоровна Кондрашова. Вопрос номер 7. Вопрос от Александра Волчева из поселка Портенит. В Евангелиях от Матфея, а именно 13 глава 55 стих и от Марка, 6 глава 30 стих, Христа называет сыном плотника. Примечательно, что греческое слово «тектон» означает одновременно и плотника, и еще одну область деятельности. Сам Иисус Христос в своих речах неоднократно использует примеры из этой области деятельности. Иллюстрируя ее элементами непобедимости Церкви Христовой. Что это за область человеческой деятельности? Время! Что же за высокая церковь, а еще для церкви непобедимость Церкви Христовой. Область деятельности. К себе, к себе, непобедимость церкви Христовой. Деятельность, сеятель, нет. Плотник что делает? Создает? Ну да. Строитель, 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 скорее всего. Строитель, строитель. Да, точно. А сплотник, то есть строитель. Тогда они будут строить. Про исток там вообще что передоумываются? А непобедимость Церкви Христовой? Нет. Неразрушимостью? Нет. Вседержитель? Нет. Не может быть это сказано? Здесь все больные, строитель. Да, да, да. Строитель, сеятель. Вот что? Про строители. Демонстрируя непобедимость Церкви. А что? Строитель, вершитель. Созидатель. Созидатель. Нет, он же и есть строительство. Он же приводит примеры из этой области деятельности. Значит, это должно стать строительство. А строительство чего? Лариса Владимировна Боржева, капитан команды. Будет ли ответ на этот вопрос? На этот вопрос ответит Валентина Федоровна Скворцова. Постарается, по крайней мере. И посовещавшись, наша команда решила, что этот вид деятельности связан со строительством. Плотник? Плотник, строитель. Если аналогию проводить. Я говорю тебе, ты, Петр, на сем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Это каменщик или строитель? Я засчитываю ваш ответ, как правильный счет становится 2-2 ничьян. Я объявляю еще одну музыкальную перемену. Для вас будет ансамбль «Петропавловская песня» «Христос воскресе, Сыне Божий». Христос воскресе, Сыне Божий Православные, да благославили Христос воскресе, Сыне Божий. Они шли, веселились, торопились, а Христос воскресе, Сыне Божий. Торопились, а да заблудились, а Христос воскресе, Сыне Божий. Отчего они дворуно преплутались, а Христос воскресе, Сыне Божий. А вообще этот двор много не стоит, Христос воскресе, Сыне Божий. Ночей, как двор да богаче всех, Христос воскрес и небожий А ваш, как двор да богаче всех, Христос воскрес и небожий Вставайте, когда вы родёшенька, Христос воскрес и небожий Умывайтесь, когда вы лёшенька, Христос воскрес и небожий Зажгите кадею свечушку Христос Воскрес, Сын Ебожий Супайте, когда во конюшеньку Христос Воскрес, Сын Ебожий По конюшеньке до Божь равно Христос Воскрес, Сын Ебожий Божьей аргода przypadkten родилация Христос Воскрес, Сын Ебожий Зажгите кадыеру свечушку, Христос Воскрес, Сыне Божий Ступайте к адово конюшеньку, Христос Воскрес, Сыне Божий Зажгите кадыеру свечушку, Христос Воскрес, Сыне Божий Зажгите кадыеру свечушку, Христос Воскрес, Сыне Божий Зажгите кадыру свечушку, Христос воскрес, Сыне Божий Напоминаю, счет пока ничья 2-2 и пятое задание для своей команды выберет Светлана Александровна Халиман Вопрос номер 8 Леонид Гельфанд задает вам свой вопрос Географ Планци называл Сибирь татарей Составляя карты для экспедиции Баренца, он писал, что если после татарии повернуть на юг, то можно доплыть до Дальше шло слово, которым в те времена иногда называли одну страну Но мы этим словом называем святую гору, расположенную довольно далеко от этой страны, но относительно недалеко от нас Назовите ее Время Гора Афон А на юг, если поворачивал, какое слово было? Татария, это Сибирь Ну да, понятно, повернуть на юг В Индию нет, была страна, а страна называлась страной Сейчас мы гору называем, что кроме Афона, еще какая есть святая гора, которая близко? Афон Арат Арат Да, а татария на юг есть название Арарат, вот, то есть, действительно, сюда ближе А государство есть? Подождите А раньше было урар, а теперь было уренности Подождите, а гора Синай, тоже святая гора Синай Это государство Да, а ну арат, урад, да Тогда только Афон подходит, потому что внуки из Афонской республики Кто же ответит на этот вопрос, Лариса Владимировна? На этот вопрос отвечает Михаил Александрович Шартов. Думаю, что это графон. Внимание, правильный ответ. Китай, которая находится недалеко сравнительно от нас, называли в те времена Синаем. Поэтому речь идет о горе Синай. Счет становится 3-2 в пользу телезрителей. У вас еще есть два вопроса, две возможности догнать и обогнать их. И поэтому сейчас шестое задание для своей команды выберет Валентина Федоровна Скворцова. Вопрос номер 6. Это вопрос один за всех и все за одного. И пока вы решаете, кто останется за конкурсным столом, я выйду к вам. За столом остается единственный мужчина в нашей команде. Шартов Михаил Александрович. Вы первый раз на телеконкурсе. Да. И сразу такая ответственность. Не страшно? Признайтесь честно. Страшно. Ну, надеюсь на Бога. Ну, и еще, как говорят, глаза боятся, руки делают. Божьей помощи вам при ответе на вопросы. Пожалуйста, выбираем. Ну, на самом деле, я открою вам небольшой секрет, что вам было уж не совсем так страшно. В этой номинации один за всех и все за одного попадаются те самые сложные вопросы. Просто нужно вовремя сгруппироваться, сконцентрироваться и, как говорили наши школьники, знатоки, не забывать, что рядом с тобой твои друзья, которые сопереживаются, участвуют и молятся. Значит, они вместе с тобой. Итак, вот такие слова, как рукоделие, белый цветок, сестры милосердие, благотворительность. Какая фамилия связана со всеми этими словами, имеющие отношение к крымской истории? Рукоделие, белый цветок, сестры милосердия, благотворительность, крым, история. Тихо, тихо, тихо. Наберемся терпения. Итак, с какой же фамилией все это связано? Но если это имеет отношение к крымской истории и благотворительности... Ну, не только к крымской, но, скажем так, это было... Даже, я бы сказал, к общероссийской, скорее всего. Может, это последняя династия, династия Романова. Совершенно верно. Праздник белого цветка, который зародился здесь в начале 20 века, который зародился благодаря инициативе царской семьи Романовых, дочери и сын, которых ходили с белыми цветками, собирали пожертвования в пользу больных, нуждающихся. А сейчас снова возродился и стал повсеместно общекрымским праздником. Кстати, в Бахчисарайском районе проходит? Да. Будем надеяться, что эта традиция продолжится и в последующие десятилетия и дальше. Выбираем второй вопрос. Ну, не самый сложный вопрос, согласитесь, правда? Возникла надежда. Помните, что такое фразеологизм? Фразеологизм, ну... Так, у нас есть отвечающие, пожалуйста. Ну, некое высказывание. Высказывание. Ну, крылатые выражения, так сказал бы. Да, да. Какой фразеологизм, ну, или так уж, чтобы проще было, какое крылатое выражение появилось после предательства Христа одним из его учеников. Нужно вспомнить, как он его предал, какое действие он совершил, и после этого появилось такое крылатое выражение, фразеологизм, означающее предательство. Вроде бы, как бы, действие, обозначающее должно любовь, а на самом деле, к сожалению, все иное. Спокойно. Уважаемые, уважаемые коллеги, спокойно. Итак, Иуда предал Христа. И после этого появился фразеологизм, то есть крылатое выражение, которое означает предательство. Вместо действия любви, на самом деле, под видом этого действия, которое мы совершаем обычно к человеку, которого любим, Иуда совершил нечто такое, что на самом деле означало предательство Христа. Не помните? Нет, к сожалению. К сожалению, нет. Но хотели подсказать вам ваши друзья, ваши коллеги поцелуй Иуды. Помните, да, что когда Иуда поцеловал Христа, и это означало, что указал именно на него. Ну, указывать, подсказывать не нужно, потому что мы ведь своих детей учим как раз другому, да, чтобы они умели вовремя собраться, сконцентрироваться. Ну, будем чаще вспоминать, как им тоже непросто бывает, когда они стоят у доски и, да, и знают ответ, и в то же время боятся, ну, не то чтобы боятся, но волнуются, переживают. Вот, поэтому это очень поучительное для нас, для всех, для взрослых тоже, да, не забывать, что мы все тоже когда-то были детьми. Ну, давайте поблагодарим вашего представителя за самоотверженность. Таким образом, если мы посмотрим на монитор, счет становится 4-2, но я хочу сказать, что еще не все потеряно. У вас есть еще один шанс, у вас есть еще один вопрос, и это вопрос на заданную тему, который подготовили ваши коллеги, преподаватели основы православной культуры из города Евпатории. Благодарю внимание на сценическую площадку. Школа, первый урок. Ой, девчонки, доброе утро. Привет. Здравствуйте, дети. Садитесь. Все есть сегодня в классе? Петрова нет. Петрова нет, опять Петрова нет. Кто-то, может, знает, что с ним произошло? Да нет. Вчера был, сегодня нет. Не видели, не знаю. Да, видно после вчерашнего. Ну, хорошо. Попробуем маме позвонить. Алло, Мария Ивановна, здравствуйте. Коли нету в школе. Что там произошло? Он вчера ушел, сказал, что не придет сюда больше. В общем, ситуация была не очень хорошая. Ушел в школу, хлопнул дверью и сказал, что больше сюда не придет. А куда же он пошел тогда? Мария Ивановна, ну вы, пожалуйста, узнайте, позвоните ему и перезвоните мне, хорошо, чтобы я не волновался. Спасибо. Второй урок. Алло, Мария Ивановна, здравствуйте. Ну что там, нету Коли? И даже в полицию звонили? И в больнице? И не отвечает, не может тебе это звонить? Мария Ивановна, ну я прошу вас, вы узнавайте дальше, держите нас в курсе, чтобы, ну, звоните, хорошо? Спасибо. Илья Петров. Конец четвертого урока. Смотрите, идет. Идет. Петров. Петров. Да где ж он был? Петров. Коля. Где ты был? Живой. Вернулся, ура. Ну ничего себе, Иван Иванович. Мы уже 4 урока отсидели. Мы без 9-8 уже были в школе, все уроки сделали. А нас вы так не обнимали. Никогда вы нас так не встречали. Ребят, ну это ж вы, это Коля, он дошел, живой. Иди садись. Простите меня. Садись, дорогой. Прощай. Прощай. Заходи, Колька. Заходи, Наш. Уважаемые знатоки, какая истина или добродетель легла в основу нашей сценки? Уважаемые знатоки, минуты на размышления, чтобы все это значило. Время. Все таки. Мы все прощающие любви, о том, что когда бы человек не пришел к Богу, да, все равно Господь его принял. Когда бы он не пришел, самый последний, даже сколько бы грехов у него не было, он все равно прощает его и принимает. И причем с любовью. Все правильно. Галина Николаевна, да. Вы записали, они могут стать первыми? Нет. Нет, это на руках. Нет, это не мудрость. Да, 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 да. Мы можем отвечать, готовы. Ты на этот вопрос ответит казак Галина Николаевна. Ну, в первую очередь, мы благодарим коллег за яркую инсценировку, где они изобразили, на наш взгляд, притчу о блудном сыне, о возвращении блудного сына к отцу. И считаем, что главная идея – это всепрощающая Божья любовь. Когда бы мы не вернулись к Богу, с каким количеством грехов, если мы возвращаемся, Он нас прощает и принимает, какие бы мы ни были. Это милосердие и Божья любовь. Давайте спросим сейчас у знатоков из Евпатории, то ли это было. Ответ правильный. Господь любит всех праведников и с радостью принимает каждого раскаившегося грешника. И вот милосердие, любовь, всепрощение – они легли в основу притчи о блудном сыне. Будем же, дорогие братья и сестры, стараться, чтобы и в жизни нашей это великое чудо, любовь всегда пребывала между нами и, самое главное, не скудевала по отношению к Богу. И таким образом счет становится 3-4. Правда, в пользу телезрителей. Но я надеюсь, что они согласятся, я имею в виду телезрителей, что сегодня была необычная, увлекательная, динамичная игра. И наши знатоки показали, что, несмотря на некоторые трудности, у них все еще впереди. Дорогие друзья, дорогие знатоки, вам нужно сейчас, через несколько секунд, сказать, какой вопрос был сегодня самым трудным, а может быть, самым интересным, а может быть, самым легким. Одним словом, что вам больше всего понравилось. А в это время представитель Совета Старейшин Ольга Владимировна Дубинина скажет, кто был сегодня лучшим знатоком православной культуры. Интересно, это первое. Про лазарет, потому что лазарет, да, мы можем даже в школе детям рассказать, откуда пошло слово лазарет, правильно? Значит, мы сейчас посовещались с нашей командой и решили, что лучшим вопросом в сегодняшней нашей игре мы отдаем предпочтение вопросу номер один о лазарете. Уважаемые знатоки, нам, безусловно, очень приятно и совету старейшин, и всей съемочной группе, и нашему уважаемому ведущему, что вы снова решили принять участие в нашей передаче и за этим конкурсным столом состязаться и выигрывать у телезнатоков. Сегодня мы пришли к мнению, что лучшим знатоком вашей команды является ваш капитан Лариса Владимировна. И ей мы сегодня вручаем виртуальный 3D-тур православной древности Крыма. Это уникальный 3D-тур. Он позволяет создать ничем не сравнимый эффект реального присутствия на месте событий. Спасибо. Ну а на этом, дорогие телезрители, мне придется констатировать, что на сегодня все вопросы завершены. Как всегда, наши знатоки будут ждать ваших новых заданий. Пишите нам по адресу Российская Федерация, Республика Крым, почтовый индекс 295-011, город Симферополь, улица Героевая Джимушка, 9-11, редакция конкурса «Зерно истины». Также сейчас перед вами на экране наш адрес в интернете www.znatoki.artox.ru Ангела-хранителя всем вам. И не забудьте, пожалуйста, ровно через неделю включить свои телевизоры на нашем телеканале. До свидания.